Добрый вечер. Мы приветствуем вас на канале. У нас есть очень хорошая линия, по которой вы можете позвонить. Если вы внутри Великобритании, если вы не в Великобритании, вам нужно позвонить на плюс 44-79-43-55-02-87. У нас также есть Live Stories Worldwide сайт. Вы можете зайти на сайт и услышать прекрасную историю этим вечером. О том, что мы будем говорить, будет переводиться на русский язык. Если вы из России, из Украины, вы можете сегодня послушать эту историю. Сегодня у нас в гостях Киран Пол, который расскажет свою историю. Его отец пытался покончить свою жизнь самоубийством, но чудесным образом он покаялся, и Киран смог стать христианином. В этой истории он расскажет, что конкретно изменилось в его жизни, и каким образом изменилась его жизнь. Спасибо, Киран. Мы ждем твою историю. Спасибо, Аллан. Я хочу сказать всем приветствие, всех поприветствовать, из какой бы части мира вы ни были. Мне очень приятно. Как Аллан уже упомянул, я был рожден в хинди-семье, в которой мой отец, получается, ослеп, когда ему было 39 лет. И в силу того, что он был очень посвященным служителем, вот в индийской культуре, он все равно не смог найти себя как человека и не мог... Так получилось однажды, что он попал в больницу, и доктора зафиксировали то, что он умер. И так получилось, что, когда он был в госпитале, ему приснился пастух. И когда доктор спросил... И когда доктор спросил, на кого был похож этот пастух, и его отец начал пытаться вспомнить, и он рассказал, что он был похож на пастуха, и он описал человека, который похож на Иисуса. И доктор был христианином, и он говорит, «Мистер, я знаю, кто приходил к вам. Я думаю, что это Иисус приходил к вам и спас вас, потому что я верю в Иисуса, и я только что зафиксировал вашу смерть». И его отец, он был очень посвященным служителем в индийской культуре, и он был не очень рад тому, что Иисус как бы к нему пришел. Вот я был рожден вот в такой семье, где просто все... Ну, я ненавидел христианин. Я также себя представлял как христианин почему-то. В силу того, что я не хотел посещать собрания, и я не любил... Я стыдился того, что я был христианином, но я все равно был заставлен ходить на все эти собрания. И я не воспринимал то слово, которое проповедовалось в церкви. У меня всегда были какие-то проблемы с Библией. И есть такое местописание, что «Обратись ко мне, потому что я один Бог». Но я вырос в такой стране, где у нас много богов. И я говорил сам себе, что пути ведут к многим богам. Что ты можешь видеть Бога в дереве, что ты можешь видеть Бога в камне. И в нашей культуре это принято, и мы верим в многобожие. И когда я слышал место из Библии, где я один Бог и нет другого, я не мог с этим смириться. И я также был хитрость towards Christianity, because we were treated like slaves in India. And that's what the Indian history says. Вот. И у нас в историческом так сложилось, что Индия были как рабы. И у меня всегда все равно был вопрос, «Как же я могу попасть на небо? Что я могу сделать, чтобы попасть на небо? Могу ли я что-то сделать вообще?» Я закончил мастерс, программ, ну, это такая программа после университета. И я стал работать как профессор. И я был очень образованным человеком, но в силу даже хорошего образования я не имел мира в своем сердце. и у меня очень было много зависимостей, которые не могли мне подарить мирную жизнь. И когда я пытался выйти из этого всего, я понял, что я просто уже повяз в этом всем, и мне поздно. И почему-то я решил покончить свою жизнь с самоубийством и лечь под поезд. Под поезд. Справился за город поезда и лечь под поезд. Прыгну под него, и меня не будет через пару дней. Пару минут. И я какое-то время не мог прийти в себя, и я был настолько вне себя, и я не могу понять, почему я не прыгнул. и по какой-то причине я просто начал плакать и обращаться ко Христу и говорить, «Господь, прости меня, Господь, прости меня». И было такое чувство, что Господь показал мне все мои мысли с момента, как я был ребенком и как я думал о Христе. И в этот день, в эту ночь, я просто через эту молитву был спасен. Дорогие друзья, я отправился домой, и мое сердце билось по-другому. И начались другие вопросы у меня начались. Я начал размышлять, а кто же этот, кто же этот Господь? в том, что мы имеем в виду, мы имеем в виду, мы имеем в виду, мы имеем в виду, I am about to quote a Sanskrit scripture in Sanskrit, in which our Vedas are written. The Veda says, «Паритраная садхунам винасая чаташкритам дхарма самстана пардхая sambхавами yuge yuge», which means, «In order to save the righteous and to punish the unjust, I, the creator of this earth and the world, have been incarnating on this earth in various forms and shapes in various ages. So I thought, maybe Jesus Christ was the God of this age or the incarnation of God». Я пытался каким-то образом связать Божье естество со всеми теми, которые я слышал и читал в нашей культуре. same idea with my father. My father, who always asked me to read the Bible, а мой отец, он был христианин, он всегда… I started reading the Bhagavad Gita and there is an amazing prayer in our Hindu mythology, in our religion. The pious sages from ages past have prayed, saying, «Asathoma sabgamaya, tamasomar jyotirgamaya, mrutyorma amrutangamaya, santihi, santihi, santihi», which means, «Oh God, I am living in unrest. Please deliver me to rest». И была такая молитва там в этой хинде, что, «Oh God, я живу во тьме, посияй своим светом на меня. Oh God, я живу во лжи, помоги мне выйти из лжи, дай мне мир, дай мне мир, дай мне мир». И вот такая молитва была, которую мы молились в Индии. И вновь в Библии было написано, что «Я есть путь, истина и жизнь». Иисус так сказал. Я, в общем, читал книгу, которая в Индии имела какие-то объяснения религиозным верованиям, и я читал эту книгу. И в этой книге, которую я читал, была такая история, что должен прийти сын, человек, который рожден от женщины, и который спасет весь мир. И там была такая мысль, что придет спаситель и спасет весь мир. Ну и там сказано было, то, что придет человек, который спасет человечество от греха и от ада. Это как раз то, что мы видим в Исаии в 40-й главе. Пророк Исаия тоже самое пророчествовал, что Бог родится через Деву. И имя его будет Эммануил, что означает «Бог с нами». в Евреям 5-й главе тоже похожие есть вещи. И все эти пророчества, которые я читал в этой индийской книге, я обнаружил в Библии. И я стал их совмещать. И я пытался увидеть, кто же есть на самом деле Творец. Я пытался найти смысл. И когда я совмещал, я увидел, что в этой книге индийской было написано, что пока не прольется кровь этого Создателя Невинного, то мир не сможет отмыться от своих грехов. И однажды я в Библии точно так же увидел, что Иисус сказал, что я пришел, чтобы дать жизнь, чтобы вы могли иметь жизнь. Я пришел умереть, чтобы пролить кровь, чтобы ваши грехи были омыты. И когда я увидел эти параллели, и я понял, что Библия ведет меня по нужному пути. И я стал читать Библию, и в римлянам первой главе я обнаружил... Я сейчас зачитаю. Прежде всего, благодарю Бога моего. Субтитры even with the things that have been created in this world and he said we are without excuse but what happened to mankind or to me is for although they knew God they did not honor him as God or give thanks to him but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened claiming to be wise they became fools and verse 23 says and we humans have exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal men and birds and animals and creeping things this answered my quest for the one true living God the creator of the whole universe and I felt the Bible is interesting and leading the path to the truth so dear friends then upon realizing that Jesus Christ is the one who came down onto this earth in my form in my shape and in my nature took upon my sin on him and died for me on the cross of Calvary and did not remain in the grave but he has risen from the dead and has filled me with the hope of eternal life I accepted Jesus as God my Lord and my Savior ever since my life changed my attitude and my aspirations changed I completed masters in English and started working as a Western professor hoping I would share my life story like I am doing tonight but the plans of God began to fall into my life the Lord began to reveal his plans and purposes and thoughts for me and he started calling me to serve him on a full time basis resigning my job and you know resigning a job which gives us security and value in our community was so hard to me I had many of my own reasons to tell God why I would not be his servant and a pastor but he had his own plans to fulfill in my life the Lord began to call me from Isaiah chapter 49 verses 1 to 3 and Isaiah 43 1 through 7 and there were so many references visions and also many prophecies upon my life that Lord is calling me to serve him so at some point of time I decided Lord I would fast and pray and seek your face and if it is still your will then only I will resign my job and upon fasting and praying the Lord confirmed his will and